Победы и рекорды, достижения спортсменов и команд, наших и зарубежных. История и секреты различных видов спорта, результаты текущих чемпионатов и интервью. Это программа «Спорт сегодня» на Латвийском радио 4. На прошлой неделе в Москве завершился третий этап гран-при по фигурному катанию «Кубок Ростелекома». От Латвии туда отправились Ангелина Кучевальская и Денис Васильев. Было непросто, было сложно, причем не только для наших фигуристов. Тем не менее, медали были разыграны. У мужчин золото в Испанию вез Хавьер Фернандес, а среди женщин лучше всех выступила россиянка Анна Погорилая. Итак, у нас сегодня в программе «Фигурное катание» и с вами Роман Антонович. В женском одиночном катании в Москве Ангелина Кучевальская в принципе показала свое лучшее выступление в новом сезоне, но пока она далека от своих лучших кондиций. Для наглядности назову несколько цифр. Набранная ею сумма 151,09 значительно уступает лучшему результату в прошлом сезоне – 176,99. Однако это позволило в российской столице ей занять итоговое 10-е место. После короткой программы Кучевальская занимала 11-е место среди 12-ти участниц. За произвольную программу она получила достаточно очков, чтобы занять 10-ю строчку. Вот так Кучевальской удалось опередить итальянку Роберту Родегьера и олимпийскую чемпионку Юрию Лепницкую. Лепницкая после короткой программы шла третьей, неплохо начала произвольную, но потом у нее свело ногу и выступление пришлось остановить. Все это не могло не сказаться на итоговых оценках, поэтому Юлии пришлось смириться с последним местом. Победительницей московского гран-при стала другая россиянка Анна Погорилая. Второе место также у представительницы России Елены Родионовой, а призовую тройку замкнула американка Кортни Хиггс. А теперь перейдем к мужчинам. Денис Васильев в этом сезоне после травмы и с новым тренером Стефаном Ламбьелем. Травмы это при любом раскладе плохо, а вот Ламбьель это очень хорошо. Да, в произвольной программе он не исполнил третью комбинацию парных прыжков, но в целом показал свой потенциал и для первого выступления в сезоне выглядел неплохо. Итоговая оценка за произвольную программу у Дениса составила 141,37 балла, при персональном рекорде 149,09. Это позволило Васильеву обойти в общем зачете Александра Майорова из Швеции. После выступления с Денисом пообщалась моя коллега, спортивный журналист Алина Митряшина. Во-первых, особых целей, как сказать, чтобы так прямо идти на что-то не было. Так как я пропустил по сути практически полгода усиленные 100% работы, потому что я восстанавливался после травмы. И пришлось 11 недель назад мы вообще с нуля. Я только начал просто кататься, лёгкие шаги делать, потому что я ещё очень сильно болела. Восстанавливал, укреплял мышцы паховые, адаптеры. А травма была на тренировке? Она была у меня на протяжении половины прошлого сезона. Я катался на обезболивающих сильно, на очень сильных. И каждый день, по сути. Выступала потом. Мы с этой травмой пытались её вылечить. Вначале в Олимпийском центре. Как-то не помогло. Потом я, ну, казалось, что вылечили. У меня был короткий промежуток, когда я на реабилитацию. Но что-то ничего не улучшилось. А как бы даже немного улучшилось, так как я уже без обезболивающих катался. И потом пришлось, вот, как раз-таки тренер. Сменил тренера. И меня отправили в Канаду. Там меня вылечили. Ну, как бы основную сделали работу. Остальное оставалось только опять вернуться в полностью форму и укрепить мышцы. Вот чем мы и занимались. И вот за 11 недель я практически в полную форму собрался. Физическую в плане. Да и даже прыжковую. Я прыжки могу прыгать. Но, честно говоря, не хватает того, что последнее моё соревнование было 7 месяцев назад. Поэтому мне просто не хватало вот этого. Вот, наверное, в идеале, я думаю, для моей подготовки ещё 4 недельки, 5 неделек и 3 соревнования. 2 соревнования просто покататься перед публикой. Даже простые, банальные, там, как я называю, местечковые соревнования. А вот потом ехать на такие вот great event. А следующие соревнования какие? Следующие. Вот сейчас решаем насчёт Варшавы. Но так как там изменили очень сильно график, получается, что по билетам я должен улететь из Варшавы до того, как я буду кататься. Ага. И вот там уже я постараюсь, возможно, даже показать четверной, потому что я уже достаточно давно начал над ним работу. Ну, как давно. Три недели назад первые потуги. Вот я как раз хотела об этом спросить, потому что все тройные прыжки у вас есть, причём в каскаде, и тройной аксель сейчас хороший, уже уверенный. Ну, как уверенный. Во всяком случае, сегодня в произвольном. Я тройной аксель вот за время, пока я восстанавливался, неделю назад только его снова вот прыгнул, потому что я сошёл, после того, как я долго не катался, вот это вот очень вообще лето впустую, я изменился. Во-первых, я подрос сильно, у меня координация изменилась. Я набрал вес, конечно же, не тренируюсь, как обычно. Пока я переходил, я никогда не следил за питанием. Вот сейчас только начал следить за тем, чтобы именно питаться правильно. Не с точки зрения, там есть всякие джанк-фуды, а именно, чтобы кушать правильно. Много зелени, салата. То есть, самого пришло какое понимание, да? Ну как, ну со Стефом я очень-очень много сейчас нового научился от Стефа, даже если и не в фигурном, то просто. Жизнь, да? Да, потому что он меня готовить ещё учит, он следит за тем, чтобы я изучал языки все, он следит за тем, чтобы я школу сдавал, высылал, как могу. Хотя я тренирую сейчас намного больше, чем я тренировался тогда в Сочи. Поэтому, если так разобраться, то у меня только ещё сумасшедший стал график, ещё совсем, чтобы это всё успевать учиться. А вообще очень отличаются тренировки? Вот подход российский и в Швейцарии? Да, в Швейцарии, получается, сейчас со мной он как приватно работает, то бишь, каждую тренировку он вот только я у него, и он вот только сам катается, и вот следит за всем, и вот он следит за одним мной. Я думаю, что на нашем, наверное, уровне, на взрослом, очень важно иметь именно, чтобы тренер всё время, прям вот как, это получается, я как пластилин, который он делает, ублагораживает форму, собирает и тому подобное. То бишь, я, получается, как резчик по дереву, я вот этот вот кусок дерева, который он вырезает, и чем лучше мы вместе работаем, тем лучше выходит и орнамент, и рисунок, и дерево превращается из бревна в антиквар. А у Алексея Урманова была большая группа, да? Ну, как большая? Человек 6-7, наверное, нас каталось на льду, но там было несколько тренеров. Он был в приоритете, скажем, у него, да? Ну, я не могу даже точно сказать, не был в приоритете. Он за всеми старался следить. За кем-то больше, за кем-то меньше. Но вы расстались спокойно? Ну, я, наверное, считаю, нормально. Встречались, общались? Нет, я не общался, но встречался. Ну, то есть сейчас в Швейцарии у Ламбеля вы считаете, что это тот тренер, который максимально сможет сделать то, что вы хотите добиться в фигурном катании? Сейчас это тренер, который полностью устраивает? Мне очень нравится в Швейцарии, это точно, потому что в Швейцарии, во-первых, там очень спокойно кататься. Нету вот этого как-то. Ну, мне там просто очень нравится, даже если не просто кататься, потому что там каток очень красивый еще там, а так, как там все устроено, то, что у меня более-менее... Пускай у меня сложнее график тренировок, больше тренировок, но меня все устраивает, что Стеф учит. То есть нагрузки увеличились? Да. По сравнению вот с тем, что было в Сочи, нагрузки увеличились? Да. Я намного больше тренирую сейчас. Ну, как намного? У меня те же два часа льда, вот помимо этого льда у меня каждый день в зале работаю, каждый день разминки очень долгие, потом растяжка отдельная, как на велосипеде или бегать там, или еще что-то. Каждый выходной мы что-то творим там, чуть ли не по горам гуляем. Но вообще, когда принималось решение переехать в Швейцарию, оно было именно ваше? Да, потому что, скажем так, не все очень гладко шло, потому что из-за травмы, мне даже не хочется об этом в основном говорить, но не все не очень гладко шло. И, к тому же, как возможно, это нельзя считать стереотипом о России, но то, что мне предлагалось бросить школу, что я ни в коем случае не могу себе позволить, потому что, да ладно, хотя бы, чтобы самого себя развивать, свой мозг, необходимо учиться и каждый день больше изучать. К тому же, я не могу просто все время переехать, не видя родителей вообще. Да я сейчас не вижу, в принципе, но в Сочи быть полностью... А как часто получается вырваться домой? Очень редко. Очень редко. Ну как, ну а сейчас я поеду после вот соревнований, когда закончится первый вот этот этап соревновательный, я поеду домой на пять дней, где меня ждет прекрасная школьная контрольная, откатаюсь там, не, отучусь, потом Япония, потом опять приеду на какое-то время, и потом уезжаю, и тогда уже, когда там, после, наверное, чемпионата мира. Ну, наверное, уже можно... Мало очень. Вообще, вот вы себя воспринимаете как человек мира, потому что уже действительно много стран. Я считаю, что я действительно очень много разного видел, и благодаря тому, что я вижу, знаю много людей, по крайней мере, от них и от каждого учусь, у меня свое собственное мнение создалось, которое очень часто расходится со всеми, потому что оно... Оно мое собственное. Оно мое собственное. А фигурное катание есть такое вот свое собственное мнение по поводу фигурного катания? Да. Да? А что в приоритете в мужском одиночном катании? Все-таки техника, элементру Ультра-Си или... Я считаю, что фигурное катание изменилось, ну, это считается спорт, но... Я хочу видеть фигурное катание более красиво, а то, что сейчас, ну, прыгнул все и получил вторую оценку сам. Там сильно не надо напрягаться, просто прыгнуть все. И получается, что все все прыгнут, и тогда тип красивее катается тот повыше. На четверном ты работаешь? Да. И какой это будет? Какой ждать? Я постараюсь. Сальков я уже четверной тулуп. Вот сейчас я уже не пробовал еще четверной, но сейчас уже начну, потому что я только тройной исправил. Это я мой не самый любимый. И на Луцона хочу начать работу. На четверном Луцоне сейчас уже, да? Ну, почему? Я со всеми, над всеми можно работать. Победителем московского гран-при в мужском одиночном катании стал действующий чемпион мира испанец Хавьер Фернандес. В произвольной программе ему не было равных, и он сумел опередить в общем зачете, лидировавшего после короткой программы японца Сома Уно. Третье место с новым персональным рекордом занял Алексей Быченко из Израиля. Глядя на сумму очков, понимаешь, что догонять Денису конкурентов еще и догонять. Но, как мы знаем, дорогу осилит идущий. А то, что сил, желания, терпения и мотивации Денису не занимать, сомнений нет никаких. Следующий этап. Гран-при стартует уже 11 ноября в Париже. Так что посмотрим, как будут развиваться события дальше. А еще на этой неделе в Риге пройдет ставший уже традиционным турнир Volvo Open Cup по фигурному катанию. В календаре для него зарезервирована эта неделя. В этот раз на льду будут соревноваться более полутысячи юных фигуристов из 30 стран мира. Правда, без участия наших топовых спортсменов. Так что, если есть желание воочию посмотреть на эти красивые соревнования, то добро пожаловать в ледовый холл в Ольве Бриге. Программу подготовил и правил Роман Антонович. Огромное спасибо моей коллеге Алине Митряшиной. И я напомню, что нас можно найти в социальных сетях, в Твиттер и Инстаграме. А также на домашней странице lr4.lv Там прямой эфир и архив всех наших передач. Болейте только спортом!